Всем привет! Решил сделать тиски для своего маленького станка. Это пожалуй самые простые тиски, которые можно сделать с помощью самого станка. Конструкция сама по себе не новая, если ввести в поиски тиски с низким профилем или низкопрофильные тиски, то можно посмотреть, что их многие делают, причем делают даже из алюминия. У меня станок сталь режет, поэтому я буду делать из стали. Толщина пластины 14 мм. Если изготавливать такие тиски для рабочего стола степазами, то нужно будет сделать 4 детали. Но у меня на рабочем столе отверстие с резьбой М8, поэтому я ограничусь всего двумя деталями. Еще понадобится несколько винтов с цилиндрической головкой и несколько винтов с конусной головкой. Теперь у этой пластины нужно выровнять плоскость, но если бы я пользовался прижимами, то пришлось бы их переставлять на другое место и дофрезеровывать место, где они были раньше. Поэтому и решил крепить заготовку через такие вот прорези. Фрезеровал я своей самодельной фрезой диаметром 10 мм с одним зубом. Как раз и узнаем, на сколько хватит одной пластинки. Немного криво поставил заготовку, поэтому пришлось снять 3 прохода по 0,2 мм. Но пока с пластинкой все нормально. Вот такая длинная стружка летит из фрезы. Теперь то же самое с обратной стороны. Вот модель первой детали. Здесь самое главное это вот это конусное углубление большое. И также прорезь под винт. Ну а почему эта деталь не прямоугольная, а с такими какими-то вырезами, и это будет понятно, когда будем пробовать крепить детали. Во второй детали главное вот эти длинные пазы. Длина этих пазов должна быть чуть больше, чем расстояние между отверстиями у меня на столе. Сейчас надо просверлить отверстия, чтобы фрезе было проще зайти в материал. Давно уже не работал на станке, поэтому скорость немножко убавил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И прошел еще сверлом большего диаметра. Дальше в работу вступает 4-х зубов фреза 6 мм в диаметре. При обработке стали врезание это самое сложное. Подача здесь получается маленькая, а обороты фрезы большие. Поэтому она работает не на оптимальных режимах. Что в принципе и по смуху слышно. Но врезание происходит довольно быстро, а дальше уже фреза работает в нормальном режиме. Сейчас фреза работает боком и используется практически вся ее рабочая поверхность. То есть деталь обрабатывается сразу на всю глубину, на 12 мм. Теперь нужно сделать конусное углубление. Для этого у меня есть вот такая фреза. Но я решил сделать небольшую черновую обработку той фрезой, которая у меня уже стоит в шпинделе. Такая ступенчатая фаска у меня получилась. Осталось ее обработать начисто. Следующее это пазы у второй детали. Тут я уже не стал делать отверстия, а врезаюсь прямо в металл. Звуки, конечно, противные у фрезы, но пришлось потерпеть. Решил увеличить подачу и обороты фрезы. За таких четыре круговых движения фреза снимает 1 мм. То есть примерно за секунду фреза вырезает 1 мм паза. Еще немного добавил. Диаметр паза 8,3 мм, а диаметр фрезы 6 мм. Ну а на втором пазу я вообще смелел и добавил еще. Ну и само собой все отверстия совпадают. И вот за счет этого люфта и будет происходить прижим заготовки. То есть сначала выбирается этот люфт, а когда винты закручиваются, то они стремятся занять среднее положение в пазу. И получается усилие вбок и вниз, что как раз и нужно для хорошего прижима. При обработке по контуру фреза сначала обрабатывает тугу, потом намечает углубление и только потом начинает непрерывно двигаться по контуру. Диаметр фрезы. Субтитры сделал DimaTorzok И еще я решил зачистить поверхность стола. Фреза 1 зубая 10 мм, пластинка та же. Попробуем что-то зажать. Для этого нужно не до конца закрутить винты с конусной головкой. Прижать заготовку деталью с пазами к детали с винтами с конусной головкой. И потом уже зажимая винты с конусной головкой мы зажимаем саму деталь. Если нужно зажать деталь побольше, то нужно переставить деталь с пазами подальше. Используя боковые вырезы в виде треугольников, в этих тисках можно зажимать детали с круглым сечением. Начиная от 8 мм, как этот маркер. В вырезе побольше можно зажимать детали диаметром до 50 мм. И в самом большом вырезе можно зажимать детали диаметром до 100 мм. На этом у меня сегодня все. Ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok